Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как установить Microsoft Store на ваш компьютер, если он у вас еще ни разу не был установлен, либо же был уже установлен, но вы его удалили. Есть три способа, все эти способы сегодня в видео покажу. Значит, не буду томить, значит, смотрите, что нам нужно. Нам нужно включить вот этот поиск, если он у вас не включен. Делается все это очень просто. Наводимся вот мышкой сюда, как я навелся. Нажимаем один раз правой кнопкой мыши. Вот здесь есть поиск. Наводимся сюда и делаем, как у меня. Показать значок поиска и показать главное в поиске. После того, как вы это сделали, у вас появится вот такая лупа. Это поиск. Мы сюда нажимаем. В поиске пишем Power. Вот я написал Power и сразу находится то, что нам нужно. Смотрите, обязательно, когда вы будете использовать вот эту вот командную фигнюшку, либо же приложение, его обязательно нужно запускать вот имени администратора. Сделать это можно вот через эту кнопку, либо же можно нажать правой кнопкой мыши сюда и запустить это имени администратора. Запускаем. Все отлично. Открылась. Поиск можно закрыть. И смотрите, первый способ и первая команда. Копируем ее. Также текст с этими командами и ссылками, естественно, будет в описании этого видеоролика. Мы скопировали, получается, первую команду. Пишем ее сюда. Нажимаем поиск. Ой, не поиск, а Enter. И ждем некоторое время. Все зависит у каждого по-разному. Может быть, у кого-то довольно долго будет думать, у кого-то нет. А сейчас что мы ждем? Мы ждем, когда нам появится та же самая надпись. Вот PS, там вот это вот. Вот она появилась. Это значит, у вас уже либо установился Microsoft Store, либо же просто в процессе установки. И нужно будет некоторое время подождать. То есть у каждого по-разному. Второй способ. Это тоже с помощью команды. Мы вот эту команду копируем. Эта команда нужна для повторной установки Microsoft Store. То есть если у вас уже на компьютере был установлен Microsoft Store, но вы его удалили. Заходим опять сюда же. Пишем эту команду. Нажимаем Enter. И, как видите, у меня сразу установилось. Ну, не установилось, потому что у меня уже был установлен Microsoft Store. Так что из-за этого так быстро все произошло. Но вам, скорее всего, некоторое время нужно будет подождать. Так, это был второй способ. И переходим, получается, к последнему способу. Это установка через приложение. Переходим по этой ссылке. Я уже по ней перешел. Ссылка ведет на скачивание архива. И там нужно приложение нам будет активировать. Ну, точнее, зайти в него, чтобы у нас скачался Microsoft Store. Значит, смотрите, из этого выбираем самое первое. И ждем, пока установится. Весит, в принципе, немного. Ждем, пока установится. Так, и открываем. Дальше. Эту папку мы переносим на рабочий стол. Все перенесли. Отлично. Заходим в эту папку. И нам нужно открыть вот эту вот самую первую команду. И открывать, естественно, ее нужно тоже с помощью от имени администратора. Так, что-то у меня тут вылезло. Закрываем. И запускаем от имени администратора. Сейчас, скорее всего, у меня покажется очень много ошибок. Не обращайте на это внимания. Эти ошибки у меня появляются из-за того, что у меня уже установлен Microsoft Store. Также, возможно, у вас тоже какие-то будут ошибки показываться. Но ничего страшного. Самое главное здесь дождаться, пока нам не напишет. То, что нажмите на любую кнопку. Вот, как видите. Вот она появилась. Нажмите на любую кнопку, чтобы закрыть вот это приложение. Нажимаем абсолютно любую кнопку. И все. И, по идее, у вас должен был установиться Microsoft Store. В принципе, на этом способы закончились. Это самые лучшие способы, которые я нашел. Потому что есть и другие способы. Но я не стал их проверять и смотреть. Потому что там очень все геморренно делается. Ну и не факт, что сработает. Так что вот эти три способы, которые я показал. Они самые нормальные, самые адекватные. Пробуйте эти способы. Надеюсь, они вам помогут. Забыл еще вам показать, как найти Microsoft Store после того, как он установится. Значит, смотрите. Нужно все так же искать через поиск, который вы себе сделали. Нажимаем на поиск. Потом в поиске пишем просто Store по-английски. Вот. Написали Store. И, как видите, у меня нашлось то приложение, которое я использую. То есть, это Microsoft Store. Ну, таким образом вы его находите. Потом можете его закрепить на панели задач. Либо же вывести его на рабочий стол. То есть, как вам удобней. Но, вроде бы как, он не покажется сразу после установки на рабочем столе или на панели задач. То есть, его нужно будет найти обязательно через поиск. Вот таким вот образом. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.